Продолжение следует... 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 on the dance у давида на ногах это кожа собран лук тоже весь комплект лук как мы принять сейчас можно говорить нашим дизайнером для вас образ создан совершенно бесплатно которому к образу к которому вы можете еще дополнительно выиграть я напоминаю 3000 баллов если ответите на мой вопрос который я задам минут через пять у давида через плечо совершенно потрясающий на мой взгляд рюкзак он сделан как бы на одну сторону на молниях тоже из воды с проницаемой ткани но с таким рюкзаком я не знаю как пойти в школу с большим количеством учебников но на какие-то спортивные мероприятия встречу с друзьями тоже было бы неплохо наверное цвет здесь хаки цвета на озон предоставлены в ассортименте можете выбрать такую какую хотите отдельная песня там надо видеть еще такой аксессуар мужской женские носки о котором мы поговорим чуть позже они бывают яркие бывают ну сейчас вообще тренд сезона это яркие носки веселые такие прикольные приводите чуть завышенные брючки они подвернуты ну во первых это удобно чтобы не запачкаться не запутся длине брюк но и показать красиво веселый носок так что я еще хочу вам сказать на сегодняшний момент милка очень красиво одета я так если вы сейчас мил еще раз покажи пожалуйста вы лук если вы сейчас придумаете мне классное совершенно название этого комплекта у такого будет самое классное самое веселое самое креативное название комплекта милы тот получит от нас 3000 баллов а милка получит большое удовольствие кучу лайков правда ося как-то оцениваешь лук давида 10 из 10 слышал очень классный если у меня было две ноги я бы тоже такой носил а чё а можно смотреть маленький осьминог то наверное нужно прикупить осьминоги тоже ходит швы и брюк можно купить четыре ужас четыре пара брюк а дай ему столько вот хорошо жорику объелся сидит какая школа спел песенку и все так дорогая моя может быть ты сейчас нам представишь следующий образ или давид представить дорогие мои я уже вижу что вы уже пишите название луков смотри как тебя только не называют мил смотри как весело пионерка из 2021 корейская baby сластена осьминожка школьная принцесса школа модница школьная модница ой 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 ребят вы такие молодцы радуга даешь молодежь радуга отличница так ну интересно кто же кто же кто же у нас пол фея школы ой ой как они бантуля смотри кто-то написал на милоба гип-гип ура вас дожидается битвора ой так так все новинки на миле класс а зон работает для нас ой а кто это у нас такой поэт это анастасия лебедева я еще раз повторю милоба гип-гип ура это нам ну да нас приветствует вас дождалась битвора все новинки на миле класс а зон работает для нас конечно для вас мои дорогие но мы ищем победителя тут очень много и зайка их и пол фиазон сушки ну как же много названий все разные что же выбрать милоба гип-гип сколько вообще нового кто же тебе ответить то скажи пожалуйста тебе вот ботинка вот этих удобно да ну они конечно классные вот такие они такие лаковые а мне нравится каблучок вот так включать но я тебе хочу сказать что они удобны тем что они не скользят и ты можешь носить как сменку да я повторюсь так ну кто же у нас тут победитель посмотрим красиво дмитрий ой простите за сейчас фамилию неправильно скажу миссия ма кау май синчан кау простите пожалуйста я я не могу просто прочесть но дмитрий который прислал нам название костюма гермиона получает от нас три тысячи баллов значит эти три тысячи баллов отправляются к дмитрию дмитрий в тече чем помните да что в течение семи рабочих дней вам в личный кабинет придет уведомление в котором будет стоять промо-код на как на три тысячи баллов вы положите товар в корзинку на нажмете оформлено и товар у вас уменьшится цена на три тысячи баллов на те которые вы выиграли ну что мои дорогие у вас остается выигрыши еще четыре карточки пожалуйста никуда не уходите на улице идет дождь сидите с нами и мы сейчас с вами внимательно будем смотреть что у нас представит давид потом что у нас представит мило а я вам задам еще какой-нибудь следующий вопрос пока не знаю какой я еще не придумала а вы мне ответите на него если быстро и правильно соответственно следующая карточка с тремя тысячами баллов отправиться к вам и наша постоянная рубрика пожалуйста напишите нам какие города нас смотрят а еще кроме того какие города нас смотрят мне интересно мальчик у вас или девочка и какими делами где занят ваш ребенок да немножко да не по-русски где занят ваш ребенок кроме школы куда ходит ваш ребенок на спортивные занятия какие-то художественные занятия рисует ваш ребенок или что он делает просто куда он может ходить в нашей шикарной форме ведь сегодняшняя школьная форма она представлена в таком потрясающем виде цвете и ее подбирают специально для вас стилисты можно в этой форме ходить не только в школу но еще на встречу с друзьями или на какие-то спортивные мероприятия тем более вся форма мальчиков она сделана ну как она объемная она не стесняет движений так ну кто ж на у нас пишут и девочки и мальчик о привет из кингисеппа привет наши северные соседи кто у нас казань казань анапа челябинск анапа как у вас погода надеемся что лучше то у нас вот дети занимаются художественной гимнастикой рисованием ходят в библиотеку слава богу что наши дети стали ходить в библиотеку это просто вот бальзам на душу нижний новгород цити полностью дарья мамая нам ответила что у нее нижний новгород и девочка в четвертом классе и мальчик пойдет в первый класс и оба ходят на карате существа потрясающие дети просто молодцы мама молодец в школу девочку водят еще и на карате мальчишку нас смотрит гродно беларусь нас значит сын строитель пятый класс потрясающе что дом там строить строит город энгельс здравствуйте энгельс саратовская область девочки архангель сериала это давид обратите внимание боже какая красота что у нас такое на давиде представлена жилет жилет и брюки это очень красиво и очень стильно ну жилет а вы знаете что жилет в общем то появился великобритании в 1666 году понимаете да это было давно но жилет это вообще настолько стильно настолько удобно хотя в общем то изначально жилет был придуман для того чтобы в нем носить чистый час это назывались бригет были не наручные а просто лежали в кармане это сейчас на давиде прекрасные часы которые вы тоже можете заказать себе на озон посмотрите какие стильные но мальчиковые часы да здесь сапфировое стекло она не боится царапин здесь пластиковый корпус часы водонепроницаемые но не так чтобы в них нырять там куда-то на пять километров воду но если он помоет руки забрызгать снежком зимой ничего с часами не произойдет брючки под жилеты в тон жилет из той же смесовой полушетельной ткани которые в общем то служит дольше чем чистая шерсть не мнется практически не мнется длина у этих брюк обратите пожалуйста внимание у них длина открыта что значит открытая длина сейчас я вам покажу ой давид так хорошо звернулся молодец значит что такое открытая длина это значит брюки не подшиты почему они не подшиты не потому что кто-то поленился на фабрике а потому что рост кстати рост наших сегодняшних моделей около 150 сантиметров данные брючки у кого-то ножки длиннее у кого-то короче у кого-то рост выше ниже у нас вот да повторяю средний рост брюки вы всегда как мальчиковые так и девчачьи вы всегда можете подшить по размеру ребенка брюки на поясе на молнии на пуговицы с боковыми классическими карманами чуть-чуть заужены к низу эти брюки не забрызгаются в дождливую погоду можно одеть и с ботинками и как у нас представлены с кедами едами на липучках совершенно удобная вещь особенно если переодеваться быстро бегом на физкульптуру или на урок снял кеды скинул то есть не надо тратить время на завязывание шнурков и так далее давид вот скажи мне пожалуйста тебе вот удобно вот в таких брюках да мне очень удобно особенно на переменах можно бегать в этом то есть они не стесняют движений нет они не стесняют можно спокойно вот приседать что еще пойдет попрыгать ну попрыгать это да обеспечивает удобство конечно это обувь на полиаретановой подошве они удобные и в носке опять же классический стильный белый цвет который можно надеть да подо что угодно так а жилет вот как тебе самому жилет удобно даже лет очень удобно если ну надо одеться более-менее стильно то есть если это урок или так далее здесь кроме жилета на давиде представлена еще водолазка мои дорогие вы наверное думаете что водолазка это только у водолазов нет это на самом деле воротник называется 1 трикотажного изделия водолазка придумали действительно изначально водолазом потому что сверху одевался большой железный шлем и было ну холодно а вот этот воротник он изначально несколько раз заворачивался и защищал нашу шею чтоб не было водолазки носят не только мальчики но и девочки и водолазка довольно такая стильная вещь может быть любого цвета и неважно к вечернему одежду девочки представлена водолазка из какой-то блестящей красивой ткани или у мальчиков классики белая так вот допустим у нас у давида у нас давид прям вот как не знаю андрей миронов у нас бабочка крылышками бяк-бяк-бяк так спасибо давиду за этот прекрасный образ давид у нас сейчас пойдет переодеваться в следующий образ а тут наша красота наша мила смотрите на миле опять давайте если мы смотрели предыдущий лук сверху давайте этот лук посмотрим снизу снизу совершенно обалденные просто наикрутейшие ботинки на контрастных шнурках да они с кожзама но внутри у них подошва это самое да подошва у них полиуретан не скользящая тракторная подошва то есть у нас школа школа же начинается с сентября а не так как у северных корейцев с апреля и здесь она может слякать не слякать а павшие листья на этой подошве трактор не подскользнется пройдет в школу все прекрасно все великолепно дальше на миле одеты стильные потрясающие вещичка называется гольфы гольфы посмотрите подобраны нашим стилистом в цвет ботинок и это правильно это оптически удлиняет и без того длинные ножки милые сеть какая прелесть стильно красиво и ножки защищены пока она дойдет до школы дальше что у нас идет у нас идет юбочка шотландскую прекрасную клетку красиво да кстати клетку изобрели да действительно считается что изобрели в шотландии там у каждого клана был свой узор то есть там кланов там макгрегора там допустим да была одна клетка у макфинов другая клетка вот интересно если дочь макгрегора выходила за макклауда замуж у них как клетки перемешивались или нет очень стильно дальше на мелкий одет жакет да типа бомбер в цвет тебе как вообще бомбер нравится ли пиджак больше не определюсь я не знаю но мне наверно больше нравится бомбер ну потому что он наверно более спортивный да и можно одеть в общем-то и со спортивным костюмом это да с юбкой чем угодно бомберы тоже представлены у нас разного цвета тоже можете заказать на озон но отдать все должное конечно нашему стилисту она образы подбирает они вроде и легкие простые на первый взгляд но здесь учтено все и обувь и гольфы и юбка и опять же наш любимый пола которая да вроде и спортивная одежда но в то же время может сочетаться и стилем и нарядным и так больше всего мне в этом нравится в этом образе нравится обувь с микки маусами красными ботинки вообще крутые честно говоря я тоже я сама такие дела через на мой размер есть дашь потом поносить когда тебе задается не знаю если твоя нога уменьшится туда да ты знаешь я пожалуй уменьшу свою ногу сама лишь бы у меня вот все получилось а ты мне вот скажи вот сама бы ты куда бы кроме школы пошла бы вот в этом образе парк парк а знаете что я хочу обратить наше внимание посмотрите что у милки в ушах вы никогда не догадаетесь из чего сделаны эти стильные аккуратные неброские сережки они лёгкие а почему они лёгкие вы знаете что они сделаны из дерева это сережки из дерева сверху полимерная смола они бывают представлены на озоне и белый и синий то есть вроде и не вычур на неброска потому что это все-таки школа она обязывает и в то же время ребенок украшен ну мы же не должны ходить в школу блёклые тусклые это не важно что школа она должна быть радостной у нас должно быть всегда наших детей веселые позитивные настроения и уроки их будут делаться легче правда а как эти сережки могут сделать из дерева а вот а мне казалось что это сделано из какой-то металла это дерево а теперь внимание вопрос мои дорогие поскольку школьная форма везде во всех странах абсолютно разное но мы берем свою свою страну россию и берем страну вьетнам вот скажите мне пожалуйста внимание у меня вопрос интересный вопрос за который правильно отвечены вы получите 3000 бонусов чем школа российских школьников отличается от формы вьетнамских школьников плечом радикально такая маленькая подсказочка что дополняет вьетнамскую форму то чего нет в россии ответьте пожалуйста мне четко ясно и одним словом это вторая подсказка а пока мило предстоит нам еще один образ да конечно пока мило переодевается мы увидим давида мило чем-то договаривается с жориком не знаю она все время они договариваются шепчет ему что-то на ухо и я не понимаю кто у нас боже мой это классический костюм тройка состоящий из пиджака брюка жилета он появился в великобритании напоминаю в 1966 году благодаря королю карлу второму вы знаете и этого короля называли веселый король и вот так и ввел в обиход этот третий элемент костюма жиле сделано это было по двум причинам он же хитрый король близкий король чтобы увеличить экспорт английской шерсти и чтобы избавить аристократов от привычки одеваться по французской моде нужно уже было поддерживать своего предпринимателя так что но там у двух королей но странно же враждались когда туда свои значит у этого веселого короля карла второго был заклятый враг французский король людовик четырнадцатый что он сделал такую гадость он сделал королю поскольку веселый король придумал жилет и одел всю знать в это жилеты причем жилеты могли бы могли быть вышитые могли быть бархатные они были длинные одевались под камзол дополнение да очень красиво когда была одета дайло такой что скажем так чувак из средневековья да он бы ходит таком шикарных такой шикарный жилет в нарядный что сделал французский король ледовик 14 в пику карло второму который придумал костюм тройку он приказал носить жилеты своим лакеем это обслуживающий персонал то есть он как бы унизил английскую знать этим может быть из-за этого были так довольны из-за жилета знаете представляете такая была там война алой белой розы или была война жилетов анти жилетов да кроме данного костюма да здесь брюки тоже вернемся к нашему костюму здесь тоже брючки с открытой с открытым низом тоже можно подшить по длине ног вашего ребенка пиджак по фигуре он идет практически приталенный но но пиджак не стесняет движения то есть и жилет в общем-то это и отдельная часть гардероба если это официальный прием и давид у нас придет в костюме тройка он может снять пиджак и остаться в жилете и совершенно будет все равно закончатый законченный лук к данному образу наша стилист подобрала прекрасный рюкзак который тоже из водонепроницаемой ткани но больше годится для всяких спортивных мероприятий застегивается на молнии ряньки здесь регулируется все это представлено там же на нашем любимом озоне вот мне больше всего нравится в этом костюме то что в школу ну можно прийти и вот в таком виде это а если станет жарко на уроке снять пиджак и повесить на стул ну в принципе вот ты пришел в школу отучился если вечером тебе нужно идти на какое-то мероприятие концерт или что-то ты можешь даже не заходя домой переодеваться то есть тоже лишь так как есть и законченный образ в принципе сюда бы еще наверно было бы неплохо платок он бы украсил да у нас есть кстати на озоне очень красивые яркие карманные платки которые завершают образ мальчика так и девочки так мои дорогие я очень хочу посмотреть кто у меня быстрее всех и правильнее всех ответил на вопрос юзель юзель п ваше фамилия не указано да юзель спасибо вам за ответ действительно вьетнамского школьника от российского школьника форме форме для школы отличает шляпа и наши три тысячи рублей отправляются юзель юзель шляпа которая называется нон ла так наживая называется большая вьетнамская шляпа которую у девушки в принципе юноши завязывают очень красивой лентой чтобы не сдуло ветром давид передай пожалуйста три тысячи рублей юзель чья фамилия называется на букву п и она первая и правильно ответила на поставленный мой вопрос дорогие мои пожалуйста не уходите у нас осталось еще три три по три то есть это девять тысяч три по три да и они будут ваши если вы правильно ответите на мой следующий вопрос девять тысяч баллов пока давид подсчитывает кто на сколько может разбогатеть у нас появляется мила на миле совершенно вообще потрясающий лук опять любезно подобран нашим стилистам наш стилист вообще конечно огонь это удлиненный жилет балдинная сейчас боков разрезы узкие брючки с открытой длиной длинная хлопковая блузка да ну хлопок со смесной ткани чтобы да дольше служила меньше мялась не сковывающие движения обратите внимание на рукав этой блузки если у нас в этом сезоне главный удар главный гвоздь это рукава посмотрите как выполнен рукав на блузке милы то есть поверх обычного классического 7-8 рукава сверху еще нашит рукав из органзы полупродрачный блестящий очень красивой ткани вычурного ничего нет в данном костюме в данном дополнении рукавов но она настолько привлекает внимание смотрите как красиво сделан здесь манжет это просто нарядная красивая блузка совершенно неважно пошли вы в театр в кино или просто сидите на уроке и самое интересное полупрозрачный рукавчик и мы смотрим с вами время а это девчачьи часики если у давида были черные часы сапфировым еще по такую штучку можно положить шпаргалку нельзя потому что главная шпаргалка это наша голова мы держим все там так вот вот эти часики у них сапфировое стекло которое практически не стирается не царапается полиаретановый белый ремешок смотрите как нарядно то есть рука здесь не спотеет ничего и кстати обратная сторона этих часов там ну это хромникель ткань ткань металл который антигипоаллергенный есть люди у которых есть аллергии на металл то есть от браслета часов иногда потертости и так далее здесь аллергии у вашего ребеночка не будет это очень красивый подарок даже ребенку на 1 сентября так ребята если что мы сегодня разыгрываем 5 билетиков по 3000 баллов осталось 1 балл равняется 1 рублю осталось всего 3 билетика как вы если конечно выиграете как вы получите эти 33 тысячи рублей вы вам в личный кабинет придет уведомление о поступлении на ваш счет балльчиков в озоне 3000 баллов и вы можете изменить когда будете покупать какой-нибудь товар на 3000 рублей или просто много товаров на 3000 рублей вы изменяете способ оплаты и меняете на баллы ну класс ну дорогие мои кому вы еще кому мы еще дать эту возможность заработать смотрите к миленому наряду данному наряду ну жилет бомбический честно я себе сошью такой все отвечаю увидите меня в следующий раз такого посмотрите к этому наряду еще на космическую обувь милая совершенно сумасшедшие я не знаю там кеды боинки да как маленькие дети говорят не ботинки боинки и переливаются из школы на дискотеку причем одеваются они тоже быстро вы не смотрите дорогие родители что тут шнурки ребенку придется их долго-долго завязывать они такие блестючки смотрите у этих ботиночек кроме шнурков сбоку есть молния то есть не надо их долго завязывать ножку сунул молнию застегнул а с боков с боков еще и звезды ну космос космос и космосу на ногах у нас есть космос за плечами данный рюкзачок очень крутой еще рюкзак ну это большой вместительный рюкзак не на один десяток литров он значит у него какая фишка у этого рюкзака он светится он светится он светится звездным небом то есть это вообще бомбический подарок но это наверное ученику надо очень постараться и хорошо выучиться чтоб родители купили такой шикарный рюкзак где продается этот рюкзак на озоне а сейчас пока идет наш эфир тоже несколько дней будет скидка на этот рюкзак и вообще на все что у нас есть пользуйтесь мои дорогие пользуйтесь рюкзак совершенно потрясающий ну скажи там такое отделение внутреннее интересное на рюкзаке молнии легко открывается все это открывается закрывается тоже водонепроницаемая ткань положить можно ну я не знаю все что угодно мне кажется если ваш ребенок занимается музыкой туда еще и скрипка влезет а еще здесь тоже интересная штучка тут есть вот такой вот мешочек пакетик или что это бабула для чего это ааааааааааааа смотрите здесь сзади есть маленький кармашек куда можно положить это можно как пенал использовать Под духи, под помаду Или сюда маску от коронавируса На страшном слове забудем Ну, пока мы ходим в масках, да, мы складываем Маски и так далее Ой А посмотрите, какие намеки Шикарные, веселые носки И вот такая вот для бутылочки А вы знаете, что сейчас прям тренд Яркий Носки Смотри Вообще, носки представлены на озон Не только в любимом розовом цвете Милы, они есть еще и других цветов Каких? А вот посмотрите сами, выберите тот цвет Который нравится вам Интересно, а вы любите яркие носки? А что мне интересно А вот мне бы хотелось бы Чтобы кто-нибудь из вас Заработал бы еще 3000 баллов Хотите? А давайте вы ответите Быстро и правильно на мой вопрос Оценим ее Какой? В стране Школьники Просто обязаны Оставлять обувь Даже такую красивую Как Милкины космические феды Со звездами и голографическими Масами Оставлять обувь За пределами школы И может быть кто-то напишет Почему? Кто быстро и правильно ответит На этот вопрос Получит следующие 3000 баллов На свой счет Жорик Оцени мой образ От одного до десяти Жориков Сколько-сколько? Сто? Вот это да Ну есть правильные ответы Есть, да Есть правильные ответы Но мне очень интересно Кто же первый? Сейчас наш компьютер Подсчитает Да, ответов очень много Правильных Но надо посмотреть Кто был первый Сейчас мы посмотрим Кто у нас тут В нашем компьютере Есть, есть правильные ответы Но есть и неправильные Индия Китай Швеция Кто пишет Япония Австралия Красная Кстати, австралийцы Вообще обувь не снимают В чем пришли с улицы Так, пошли в квартире Ну, вы понимаете, да? Япония Сейчас наш Мягкий знак Кто-то отправил Ну, это, видимо, альтернатива Вот так, да? Мягкому знаку А что ты не поставила? Лайк? Я должна была поставить лайк? Самой себе? И тебе? И вы тоже Ребята Поставьте нам лайк Поставьте Нажмите на вот эту синюю кнопочку Но она сейчас у нас зеленая Потому что вы поставили лайк Делайте из синего-зеленой Ответы правильные есть Сейчас все-таки наш компьютер Выдаст нам Кто был первый С правильным ответом И это будет интересно Так, Милусечка Кто у нас первый правильно ответил? Япония Написала Анастасия Климова Да, многие из вас ответили правильно Это здорово Молодцы Спасибо, что вы это знаете Но Анастасия Климова Анастасия Климова Который Передай, пожалуйста Передай, пожалуйста Три тысячи баллов Анастасии Климовой Три тысячи баллов Почему японцы Так к этому относятся? Япония страна маленькая И люди в Японии Очень друг друга уважают Если ты заметила То мы с тобой иногда смотрим фильмы Припонии все Как младший клерк Клоняется директору При встрече При встрече Так и директор может поклониться уборщику Идет большое уважение в стране К каждому конфессии К каждому работнику Не важно, как он работает и кем Главное, что он работает Он служит в своей стране И люди Причем в детских школах Начальных классов В средних классах В школе нет уборщик Это ответственность детей Они отвечают за чистоту В своем учебном заведении То есть там не просто не ссорят Там даже обувь оставляют За пределами школы В специальных носках У них один пальчик так отделен Они ходят по школе Ну или совсем младше Одевают специальные тапочки Для школы Такие тряпочные Вот такая страна Япония Вот так они уважают чужой труд Ого Вот всем бы так Да? Не знаю, про кого ты говоришь Ать Ой, ой Кстати, ты поменяла ободок? Я не сразу заметила Посмотрите на мелкий Еще такой лаконичный ободочек Обтянутый шелковой тканью В цвет ее жилетки и брючек Совершенно не отвлекает внимания Хотя предыдущий красный С маленьким минималистическим бантиком Мне тоже нравился Он был нарядный Ободочек одела Волосики подобрала Что-то порисовала Волосы не мешают И опять же образ закончен Потому что, ну, на мой взгляд Шляпка и перчатки Оно как бы, ну, украшает Девочку, девушку, женщину Английская королева в шляпе ходит до сих пор Везде, неважно где она На приеме в короне Это головной убор Или так далее Здесь законченный образ ободочком Там же, на зоне Выбирайте цвета Покупайте своим девчушкам А сейчас у нас модный, новый Еще один образ Подобранный нашим стилистом Встречайте Давид Встречай своего дружбана О, это моднейший в 90-е годы малиновый пиджак. Какая красота! На Давиде малиновый пиджак. Шикарный, под пиджаком. Малиновый, трикотажно-шелковый, жилет. Сиреневая рубашка с хлопка со смесовыми тканями. Боже, какой дэнди, а! Я прям не устояла бы. Песочного цвета брюки. Все та же оба с Адидас. Три полоски. Подо что угодно. Там же на Азоне, ребят, у нас есть не только одежда российских производителей, но и тот же Адидас, который, да, который, наверное, был когда-то чужих. Посмотрите, у этого пиджака очень интересные боковые задние шлицы. Многие из вас, покупая вещи, делают небольшую ошибку. Не распарывают шлицы. При транспортировке одежда, она же, да, она на вешалках, но для того, чтобы шлицы не открывались, их зашивают. Когда вы начинаете носить свою вещь, не забудьте, пожалуйста, снять транспортировочную нить с этой шлицы. Ну, зачем? Мало того, эта деталь, она довольно-таки стильная. Задняя шлица бывает одна посередине, бывают две боковые. Кроме этого, если пиджак на мужчине, мальчике, юноше застегнут, ну, предполагает какой-то прям вот, не знаю, там, симпозиум или что-то, пиджак не надо расстегивать, нужно быть всегда в таком закрытом виде. Смотрите, но человек сел в машину, сел в кресло, сел в аудитории, то есть он сидит. Шлица, она не просто шлица, она еще позволяет ему не обтягивать и переднюю часть ног, верхнюю часть ног. И достаточно свободно себя чувствовать. А если еще к этому пиджаку добавить контрастную подкладку, ой, это вообще будет бомба. И это просто. Ой, слушай, ну мне пишут, что прям вот нравится, ой, нравится. Люди уже спрашивают, сколько будет идти эфир. Ну, эфир у нас коротенький, всего час с 17 до 18, но каждую среду и каждый раз у нас что-нибудь новенькое. А все, что сейчас вы видите на детях, вы можете найти на озон и подобрать и свой размер, и понравившийся цвет. Можете купить как в разнобой, так и полностью составленный стилистом лук. А вот что мне больше всего нравится в данном костюме, мне кажется, ну, всем кажется, что на мне очень много одежды. На самом деле, здесь нет рубашки, это, так сказать, обманка. Только галстук от рубашки, если это так можно назвать, и джемпер, да. Вот. Ну и пиджак красивого, бордового или малинового цвета. Вот. Мне кажется, все обзавидуются в классе. Слушайте, а вот что интересно, в разных, вот, допустим, взять Англию, современную Англию, у них форма может быть разной, но она может быть разной от школьного заведения. Допустим, в одной школе носят только бордовые, бордовую школьную форму, в другой, значит, низ клетка, вверх синие, есть зеленая клетка, зеленая форма. То есть, во всех странах, мало того, форма разная по цвету, еще и по школьным заведениям может быть принадлежность тому или иному школьному заведению, а может быть какой-то значок. Ну, это наш российский орел, это никакой школьной не относится, это просто принадлежность нашей России. А, кстати, ты знаешь, что на Шри-Ланке школьная форма только белого цвета. В Шри-Ланке? И мальчики, и девочки ходят в форме белого, хипельных цветов. То есть, черного нельзя... А ты представляешь, Шри-Ланка, если посмотреть на карте, это экватор фактически, это остров Целон, там же дикая жара. Конечно, они ходят в белом цвете, а не так жарко. Ну, потому что, как объясняли нам в классе, в школе, то, что белый цвет менее поглощает тепло, а красный более. Точно. И вот вам, мои дорогие, я не просто так заговорила про цвет, у меня к вам вопрос. Знаешь, как? Внимание, вопрос. Напоминаю, осталось две карточки по 3000 рублей, одна и вторая может стать вашей, если вы быстро и правильно ответите на мой вопрос. А вопрос у меня будет такой. В какой из стран можно определить, в каком классе, в младшем, в среднем или в старшем, учится ваш ребенок по цвету школьной формы? То есть, из-за цвета формы можно понять, в каком классе? Да, да, да. То есть, начальная школа в одном цвете форма, средняя школа в другом цвете и старшие классы в другом цвете. Кто первый правильно ответит на мой вопрос? Идут такие в черном. Это у нас эти первоклашки. Идут кто-то в красном. Смотрите, смотрите, молодцы, молодцы. Уже пишут, уже пишут, уже пишут. Много сейчас. Много пишут, но пока что у меня нету правильного ответа, дорогие мои. У нас уже полторы тысячи человек, нет, 1537 человек. Так, есть парочка правильных ответов. Посмотрим, кто из них первый, понимаешь? Это как в спорте. Вот ленточку пересекает там 2-3 спортсмена. Только компьютер может определить, кто был точно первый. А у нас компьютер кто? Нет, не я. Сейчас у нас кто-нибудь определит. О! Я поздравляю. Анастасия Лебедева. Передай, пожалуйста, Анастасии Лебедевой. Наши три тысячи и наши поздравления. Как говорят, вы выиграли три тысячи баллов. Значит, правильно. На Кубе младшие классы бордовый низ, белый верх. Средние классы носят желтый низ, белый верх. И старшие кубинцы, ученики, носят синий низ и голубые рубашки. Действительно, так на Кубе можно определить, в каком цвете ребенок идет, в каком классе он учится. Видите, насколько все разный. Так, Давид нам представил прекрасный малиновый пиджак из 90-х. Прекрасный малиновый пиджак. А теперь мы посмотрим, какой следующий образ нам представит Камила. Камила. Какая прелесть. Кто сказал, что серый цвет скучный? Да никогда. Серый цвет может быть жемчужным, машинным. Цвета, как вот сейчас у нас, да, грозового неба. О, на Амиле прекрасный, шикарный жилет спереди. Ткань, гленчик, скроенный по косой. Наша любимая, полюбившаяся всем клетка. Со спины однотонной. И это тоже прототип бомбера, но без рукавов. Это опять жилет. Но я вам хочу сказать, что если в пиджаке жарко, а без пиджака холодно, прекрасное дополнение к одежде – это жилет. Данный жилет у нас застегивается на механичку, на молнию. И посмотрите, мило, сейчас это стиль Дэнди. У нее даже галстучек одет. Посмотрите, какая красота. Галстук может быть любого цвета. Кстати, если у вас в школе есть свой значок-логотип, в школу его можно приколоть на галстук. Зауженные брючки из смесовой ткани. И посмотрите, что самое интересное. Сзади эти брючки на резинке. То есть эти брюки будут расти вместе с вашим ребенком. Да, так сказано, расти вместе с вашим ребенком. Да, низ тоже у этих брюк открыт. Опять же, мы подшиваем брюки по размеру и росту вашего ребеночка. Верх на эластичной тесьме. Опять же, он несколько размерный. Обувь на миле. Совершенно потрясающие. Звездные кедики. Такие вот лоферы на шнурочках. Здесь уже, да, если у нас одни были на резинках, другие на молнии. Обувь была на довиде на липучках. Но на миле уже представлены на шнурочках. Причем, вы знаете, если вам захочется внести какую-нибудь игривую нотку в этот образ, вы можете сменить белые шнурочки на какие-нибудь веселенькие. Серо-буромалиновые горошки. Ты знаешь, ну, поскольку цвет классический бело-серый с перфорированными звездами, вы посмотрите, звезды не нарисованы, звезды перфорированные. Они пробиты, да. Во-первых, можете одеть носочек цветной, который будет через звездочку кокетливо выглядывать. С серым и с белым. С этой классикой сочетается все. Желтые носки, типа, желтые звезды. Может быть, да, звезды зажглись любого цвета. И по данной гленчиковую клеточку, смотрите, здесь тоже, да, классическое саржевое переплетение. Как делали гленчик, как делали раньше эту клетку. Каждую ниточку окрашивали отдельно, а только потом переплетали ткань, делали вот. Это называется саржевое переплетение. Переплетались ниточки. Здесь у нас черное, белое, серое. Это классический подбор цветов и как украшение тонкая, неброская розовая ниточка, которая преподает такую шарм. Данная форма у нас идет для детишек начальной и средней школы. Ося, это первый образ, где ты подходишь, потому что тут есть легкие нотки розового. А ты знаешь, что можешь тихо, если какие-то школьные расписания позволяют, ну, более легкие уроки, тоже искусство, пение, рисование, ты можешь Ося взять с собой свою шикарную сумку. Смотрите, какая сумка. Я, правда, по, наверное, модели бы назвала эту сумку Сиардесса, но сумка здесь, значит, два главных отделения, два боковых отделения. Завязочки представлены на первых замочках полнены, так, для украшения, на крепкой фурнитуре карабины. Данная сумочка, ну, не знаю, как в школу, если только какие-то компьютерные задания, компьютерный класс, если не будет уроков, связанных с тетрадями и пособиями, ну, можно сходить с такой сумочкой, потому что, не знаю, ну, она просто украшение. А так, в путешествия, в гости, ну, для театра она, наверное, великовата, а так вообще вместительная, хорошая сумка. Фурнитура еще раз повторяю, такая вот серебряная, и она прочная. Да, конечно, сумочка огонь. Наверное, мне в гардеробе не хватает серой сумочки. Она даже не серая, она стальная, такой металлик, очень красивая, объемная сумочка. Надо быстрее добавить вот эти все товары себе в корзину, чтобы побыстрее купить. Да это точно. Или сразу... Кстати, да, вы можете добавлять в течение эфира товары в корзину, А потом уже, когда вы... Решитесь. Да, решитесь. Правильно, у меня лег, классно. Решитесь их купить. Что надо будет сделать? Надо будет... Ввести. У кого есть промокод? Надо ввести промокод. Спасибо. Надо ввести промокод на 3000 бонусов баллов. Да. Один балл это один рубль, как всегда. У тебя тут спрашивают, удобнее ли пиджак? Пиджак очень удобный. Вот ты мне скажи, куда бы ты, да, вот в театр бы пошел в этом пиджаке? В театр бы? Наверное, да. Да, пошел бы. Дамит, а ты мне, пожалуйста, пиджак, покажи вот эту все-таки вот обманку. Потрясающая штука. Такой джемперочек. И не так это? Душно? Которого верхнее, да. Да, то есть уже вот снял пиджак, а уже законченный образ. Даже без пиджака. Я даже не знаю, как правильно назвать. Толстовка, джемпер. Хотя нам будет казаться, что надавиде одет, если сверху одет пиджак. Жилет с рубашкой или джемпер с рубашкой. Ну, такой, знаете, английский дэнди. Лучший. Так, мои дорогие, что я сейчас хочу еще у вас попросить? У нас сегодня была представлена серая форма, бордовая форма, синяя форма, ярко-синяя форма. А какой у вас любимый цвет, который бы вы отправили своего ребенка в школу? Или какой цвет в школьной форме у вашего ребенка? И пускают ли в таких красивых образах в школу? Пришлите мне, пожалуйста, сердечки того цвета, которое вам нравится больше всего. Или в школьной форме, или вообще ваш любимый цвет. А я выберу, какой цвет или какое послание. Конечно, да, да. Ну, я буду выбирать не прямо. Конечно, да. Присылайте, мои дорогие, присылайте, пожалуйста. У Милки, в каком-то из эфиров я обговорила, есть тролль в центральном парке, у которого был волшебный пальчик. Куда он нажимал, и там все расцветало. Вот у Милки тоже пальчик волшебный. Она сейчас нажмет и выберет. Присылайте, мои дорогие, какой цвет у вас любимый. Еще, еще. Шлите, шлите, шлите. Ого, кто-то прям все написал. Кстати, напишите в чате, какой вам больше нравится костюм. Какой из костюмов, наверное, нравится больше, да? Да, какой из костюмов вам нравится больше? Синий, ярко-синий, серый и красный. Тут прям все пишут. Ну, просто напишите, допустим, на Давид цвет такой-то. И пластырь кто-то еще присылал. Мила, цвет такой-то. И читать нам будет быстрее и удобнее, и вам проще писать. Пишите, мои дорогие, присылайте, присылайте сердечки, какие вы хотите. Сейчас мы будем выбирать. Надо будет, по какому ты попадешь пальцем. Да. Потому что там все пишут это, красный, серый, ну, все всегда пишут. Сегодня даже не знаю, либо вы уже действительно по нам скучаете за целую неделю, а может быть дождь, гроза, вы пригнал всех домой. Но сегодня у нас очень активный чат. Итак, кто еще не написал, и даю еще, давайте, 10 секунд, чтобы вы написали. Давайте, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять с Жориком, девять с Жориком, девять на оси, девять, девять, девять на Васе, девять на волоске Давида, девять на телефоне, девять на очках бабушки, девять, и девять с половиной, десять. Ну, кто у нас там? Катя, какая фраза вареная? Смотри, смотри, смотри. Вы думаете, вы думаете, что мы обманываем? Нет. Куда там попал палец? Попал? На синей сердечке от Любовь Афанасьева. Так, подожди, 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 подожди. Ага, Любовь Афанасьева у нас рандомным образом получает. Мне прям жалко расставаться с последней карточкой. Ну ничего, в следующем эфире будет еще несколько карточек. И мы с посылочеком отправляем цвет. Давай двоем этим всем. Несите, Любовь Афанасьева, ее 3000 баллов. Ну, вас поздравляем, мои дорогие. Сегодня пять счастливых обладателей наших трехтысячных карточек. Но это не последние трехтысячные карточки, которые мы разыграли. Это только начало. Это только начало. Будут дальше эфиры, будут дальше розыгрыши. А вы нас смотрите поактивнее и поактивнее играйте. И будете получать 3000 баллов. Милки, отдельная умничка, спасибо. Поздравление тем, кто выиграл. Давид, молодец. Вы посмотрите. Но что-то я не вижу, что кто-то написал. Молодец, но я знаю. Какие цвета луков Давида вам больше понравились. А какие цвета луков мило вам понравились. Пишите. Я знаю, кто-то приуныл, что не успел выбрать 3000 баллов. Айгуль. Айгуль пишет. Кто пишет? Айгуль, который выиграл твою футболку. Почему-то Айгуль подключился у нас только к концу передачи. Айгуль, не волнуйтесь, вы получите свою футболку. Мы никого еще не обманули. Да, вы получите просто чуть-чуть позже. А Люба Афанасьева тебе пишет персонально. Милочка, спасибо тебе. Пожалуйста. Это у Милки волшебный палец. Куда покажут, тут выиграют. В следующий раз мой лох. Пау. В следующий раз выиграете именно вы. Скорее всего, если повезет. Скорее всего, если повезет. Так, нам что пишут? У Давида самый первый костюм. Это ярко-синий. Так, что у нас еще? А мне больше всего, именно из моих луков и луков Давида, мне, у Давида, больше всего понравился второй костюм. А у меня мне больше всего понравился тут красненький с больфиками. Слушай, ну люди нас смотрят, да, с удовольствием. Но мнения разделяются. К большинству, кстати, понравился серый лук, Милен. Мне тоже нравится. Бордовый тоже понравился. Кто-то не обратил внимания на цвет Миленого костюма, но четко обратил внимание на звезды на обуви. Звезды берут верх. Да. Это ты прав. Вот серый, опять серый. О, это мне понравилось. Да. Жилетка с брюками, да. Аня Позняков, да, пишет, что понравилось. Но жилетка с брюками, это просто бандит. Она такая модная была, с полосочками, с длинным таким ремешочком, чтобы одноклассники, одноклассницы другие такие брали эту штучку. Так что, дорогие мои, 1 сентября не за горами. Детей мы одеваем свои. Почему а жаль? Ты в прекрасном луке, прекрасно совершенно нарядов пойдешь. И не важно совершенно, школа. Мы школу ждем, мы по школе скучаем, мы скучаем по школьным друзьям. И мы придем красивые, нарядные, в новых образах. А вы, мои дорогие, либо вы купите те образы, которые составил наш стилист, они полные, либо вы купите что-то в разнобой, или отдельно. Или сами дополните. Или сами дополните. Это уже ваше дело. Пользуйте, пожалуйста, выигранные вами 3000 баллов, которые придут вам в течение 7 рабочих дней. Кладите товары в корзину, нажимайте оформить. И смотрите нас дальше. А сегодня с вами был модный показ школьной одежды. Что в школу можно не только ходить, просто ходить, а ходить нарядными, красивыми. А нарядными и красивыми, это значит довольными. А довольный ребенок, это успешный ребенок. Это ребенок отличный. Еще раз повторяю, всем пока. Еще раз посмотрите, как наши дети веселятся, как они довольны этими нарядами. И как удобно. Смотрите нас каждую среду с 17 до 18. Мы вас ждем. Субтитры создавал DimaTorzok